Прождественское послание Католикоса Патриарха Морала Возлюбленные апостолы и братья по апостольскому служению, преосвященные владыки членов Священного Синода, достопочленные священники и избранные фиаконы, чадо Святой Апостольской Соборной Осирийской Церкви Востока, примите миг, молитвы и апостольское благословение. Направляю сын вам из земли наших предков в поздравление воскучья святого праздника Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, родившегося от истинной Матери Пресвятое Дело и Пратургословенной Владычицы Нашей Марии, Матмария, ради спасения всего человечества. Один из титулов данных пророком Исаии, Сыну Божиему, в связи с его рождением по плоти как истинного человека, князь мира, Исаия 9,6. Наряду с этим пророк нарекает Иисуса чудным, советником и Богом крепких миров, власть над которым Он несет на своих крючах. Таким образом, этими высокими и божественными титулами было предсказано рождение Господа нашего Иисуса Христа в его человечестве. Однако, учитывая именно эти титулы, мы понимаем, что тот, в котором мир наиболее остро нуждается, это титул князя мира. Ведь в нашем сегодняшнем мире происходят многие волнения и разделения между людьми, войны между странами, беспокойство в народах, а посему мир остро нуждается в мире. Однако истинный мир может прийти только от того и через того, кого пророк праведчески назвал князем мира, который есть Иисус Христос, Сын Бога Живого. И понятие мир подразумевает здесь не только отсутствие войн и конфликтов в мире или изобилие спокойствия. Но в первую очередь Бог создал подлинный мир в сердце и душе людей, когда послал Сына Своего в мир, чтобы спасти нас от греха и смерти. Следовательно, всякий вид греха и беспорядка в мире происходит от отсутствия мира в сердце человека. И это тот мир, который только Господь может дать человечеству посредством Иисуса Христа. Когда мы принимаем мир Божий в свои сердца через Иисуса Христа, тогда наша обязанность, как христиан, состоит в том, чтобы обратиться и стать послами мира Божьего в наших домах, церкви, народе и во всем окружающем обществе, где бы мы ни находились. В этот святой праздник Рождества Господня достанем все мои орудия мира Господа Бога, следуя пути чистой и подлинной христианской жизни, основанной на верности заповедям Божьим. Когда мы оглядываемся вокруг себя, сыновей и дочерей Ассирийской Церкви Востока, то увидим, насколько мы нуждаемся в мире Христовом в нашей Церкви, а также в народе, как много различных разделений между нами и среди нас, насколько уменьшилась вера из-за того, что дети Церкви уклоняются от пути веры в Господа Бога и исполнения своих христианских обязанностей, или ищут притворение своей веры мирскими путями в местах за пределами Святой Церкви. Это все следствие смятения, неуверенности и сомнений в царящих в сердцах верующих. Возлюбленные Апостоли, будем уверены, что наша вера Российской Церкви Востока несет в себе истинную христианскую веру, которую проповедовали святые апостолы Господу нашего всему миру. И они же оставали Церкви в разных землях и краях. Как свидетельствуют апостолы, эта вера была однажды предана святым. Послание Юды 1.3. Поэтому, дорогие наши духовные чада, мы хотим утвердить вас в вашей истинной вере в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа в ограде Святой Апостольской Соборной Ассирийской Церкви Востока. Апостол Иуда призывает нас подвязаться ради этой веры, которая святая и православная. Это требует труда и усердия наших братьев-гейератур, своих ипатриев и наших духовных сыновей-священников в своих приходах совместно с дьяконами и приходскими советами. Дабы мы все, как одно единое дело, смогли сохранить нашу святую веру без каких-либо изменений. Давайте станем все вместе с служителями святой веры во всех сферах жизни и общества. В это время мы вспоминаем всех детей нашей Святой Церкви и ассирийского народа, которые стали мигрантами вдали от своей Родины в разных странах в ожидании прибытия для себя и своих семей в мирную гавру. Сегодня у нас тысячи ассирийских мигрантов в Иордании, Ливании, Турции и других странах. Наша обязанность постоянно оказывает помощь этим детям нашего народа, претерпевающим нужду в этих тяжелых обстоятельствах. Мы благодарим всех вас за поддержку, оказываемую организацией помощи ассирийской Церкви Востока, АСРО, которая трудится по мере возможностей, чтобы прийти на помощь сынам нашего народа в этих странах и в других краях мира. В заключении мы возносим молитву за то, чтобы Святой Мир, который был объявлен небесными воинами пастыря и человечеству при рождении Сына Божьего, Поплоти, почел на вас всех и пребывал с вами во всякое время. Давайте все вместе помолимся Господу Богу, чтобы Он положил конец катастрофическим вооруженным конфликтам, происходящим сегодня в странах Востока и Запада, в результате которых гибнет великое множество невинных людей, а противоборствующие стороны несут большие потери в боях. Мы надеемся, что новый 2024 год от Рождества Христова будет благословен для всех вас и для всего человечества безразличным, чтобы Он стал годом и запилующим, спокойствием, миром и благословениями Господа Бога для всего рода человечества. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца при общении Святого Духа со всеми вами. А вот религирую Божие милости католикос-патриарх Ассирийской Церкви Востока в мире, составленных в патриаршной керрии Великой Церкви Святых Апостолов Востока, Верегия Ирана, праздник Рождества Господа нашего Поплоти. Верегия Ирана, праздник Рождества Господа, праздник Рождества Господа, праздник Рождества Господа, праздник Рождества Господа, праздник Рождества Господа Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»